всем привет друзья хочу пару лайфхаков так сказать для тех людей кому пригодится или нужно будет колотить сироп как мы колотили это такие пару замечаний пару подсказок на будущее мы сами из практики мы поняли наши ошибки и нам подсказали люди в комментариях где что и как нужно исправить смотрите что касается высоты изначально мы делали куба тенни вот эту подставку для того чтобы был мы планировали разливать самотеком но самотек дело гиблое сироп идет но очень медленно а нам нужно работать быстро поэтому этот вариант нам не подошел и без насоса в нашем случае такого подача сиропа пчелам никуда поэтому такую подставку делать не обязательно чтобы не таскать сахар вверх и так дальше эту подставку можно делать покороче кому нужно там допустим с крана забирать там влейки какие-то ведра то конечно можно сделать поставочка так в принципе можно ставить на поддоне на землю поэтому уже изготавливать вот эту всю приблуду не обязательно в нашем случае мы можем это обрезать металл сдать и опустить посмотрим так второй вариант нам подсказал человек большое ему спасибо в комментариях по поводу раздачи сиропом мы раздавали сироп насосом подключали его вот это все откручивали подключали сюда вот такой штуцер и подключали сюда насос чтобы он забирал сироп с куба теннера ну когда мы забирали отсюда сироп все равно шланги оставаться нам приходилось еще откручивать сливную горловину в мотопомпе и выкачивать сироп отсюда но человек сказал и подсказал очень большое ему спасибо благодарность это правильное замечание сюда просто в сливную горловину нужно в токаря заказать трубу трубу ну и с этим с выточенной такой же резьбой и вы на этой трубе сделать краник и тот же штуцер прикрутить и все и в итоге когда нам нужно колотить сироп мы краник тут закрываем сироп колотится когда нам нужно разливать сироп мы этот краник просто открываем и насос забирают у нас сироп с мотопомпы при этом при всем у нас забор сиропа будет стопроцентный в шлангах тоже останется сухо а так нам приходилось это все так перепаде поднимать переворачивать чтобы отсюда сироп слился это очень классное замечание комментарий был поэтому человеку нужно этот какой-то приз определить это то что касается мотопомпы раздачи и хотел еще сказать такой по поводу что что мы запланировали так как у нас есть насос мы сюда просто купим ресивер для насосной станции можно на 50 литра можно на 24 мы купим подешевле и у нас раньше сидел тут малой мой сынулька я нажимал на подачу кл выкл и включал их нам насосную насос периодически чтобы было давление ну мы сюда ставим ресивер и выставляем давление и подача у нас будет автоматическая открываешь кран давление падает и закрываешь кран давление растет ну как бы так все автоматически вот то что касается по таким маленьким замечанием если это кому-то пригодится будем рады спасибо всем за комментарии кто комментировал кто подсказывал очень полезные поэтому мы к ним прислушаемся ну вот как то так все друзья приблуду такую высокую не делайте самотек идет плохо кто будет покупать мотопомпу обязательно учитывайте что мотопомпа идет мотопомпа идет с пластмассовым пластиками вот этими фланцами сразу же покупайте под ваш диаметр алюминиевые такие вот мы купили такие хомуты усиленные такие которые зажимают ключом поэтому меняйте сразу же потому что у нас когда пластик поставили вырвало насколько такое давление мощности всасывания высасывания и так дальше что вот этот фланец вырвало короче вырывать поэтому сразу же менять и ну вот и все и не забывайте накрывать куба теннир чем-нибудь тентом потому что он на солнце как говорят люди разрушается мы не накрывали будем накрывать спасибо всем огромное я думаю что эти подсказки и нам они помогут помогли и вам пригодятся все с вами был иван фабро до новых встреч пока и 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 Субтитры сделал DimaTorzok